Окончание строительства Сочи автодрома с каждым днём становится всё ближе. Главная трибуна смонтирована, построены ПИД и тимбилдинги. Готовые трассы, нанесена разметка, установлено защитное ограждение. Сейчас рабочие наводят лоск в гаражах, откуда будут выезжать болиды, обустраивают помещения для прессы и отдыха команд «Формулы-1». Осталось завершить лишь мелкие детали, но и им уделяется особое внимание, ведь трасса автодрома – единственная в России, которая будет работать в круглый год и сопоставима с лучшими автодромами мира. Большой круг гоночного трека длиной 5 километров 800 метров состоит из 18 поворотов разной степени сложности. Зрелищных участков трассы немало, и яркие моменты зрители точно не пропустят. Во-первых, трибуны расположены по максимально удобной схеме. Во-вторых, заезды пилотов можно будет увидеть на больших экранах. Над тем, чтобы картинка была эффектной, будут работать специалисты в Центре управления гонкой. Это помещение – святая святых автодрома. Сюда во время гонок будет поступать вся информация, а на мониторы выводится изображение с 48 видеокамер высокого качества, установленных по периметру трассы. Угол обзора этих камер составляет 360 градусов по горизонтали и 180 по вертикали. Современное оборудование – одна из составляющих уникальности трассы. Помимо проведенных многокилометровых акустических и видеокабелей под слоем качественного асфальта, скрыты специальные датчики, позволяющие определять скорость болидов и температуру дорожного полотна. Безопасность на гонках – самый главный аспект. Об этом говорит и гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг. Во время осмотра автодрома он мерил шагами ширину Пит-лейна, проверил работу современного оборудования и вынес свой вердикт. «Трассы находятся в отличном состоянии. Мы даем автодрому лицензию, покрытие, барьеры, да и в целом, что касается обеспечения безопасности как пилотов, так и зрителей во время гонок, все соответствует нашим требованиям». Трехдневный гоночный уикенд будет незабываемым для гостей. Автодром расположен в Олимпийском парке, рядом море и красивый вид заснеженных вершин гор, развитая транспортная сеть и инфраструктура, да и отели, расположенные в шаговой доступности. «Разместить до 30 тысяч человек и предоставить номера на любой вкус готов город-отель «Бархатные сезоны». «У нас могут разместиться гости всех категорий, то есть как пакетное предложение включает в себя совсем дешевые билеты там стоячие, проходные в парк и на весь уикенд можно спокойно посетить и разместиться в самых льготных доступных номерах, так как где мы с вами находимся, вы можете разместиться в шикарных хендхаусах, занять место прямо напротив стартового поля, насладиться работой механиков, ну и подключить максимальное удовольствие от всего этого». Желающих посетить 16-й по счету этап Гран-при России немало. Более 55 тысяч билетов, продажа которых стартовала 30 мая на сайте «Сочи Автодром», уже почти не осталось. Тех же счастливчиков, у которых они на руках, помимо просмотра заездов и проживания, ждет и насыщенная развлекательная программа. «В четверг можно будет посетить прогулку по Питлэйму, непосредственно здесь, перед боксами, когда команда будет готовиться непосредственно к заездам, их за этим можно будет следить. В пятницу, субботу, воскресенье это три дня заездов, три дня интересных активностей на трассе, гонки поддержки GP2, GP3, гонки Формулы-1. Гонки Формулы-1, естественно, интересны в том числе и тем, что в них ездит российский пилот Даниил Пят. «Концертная программа каждый вечер, развлекательные мероприятия в парке, активность для детей, работающий в Сочи парке». Так что любителям королевских гонок скучать не придется. И самое главное, они смогут стать участниками незабываемого шоу, представившего страну на церемонии открытия Гран-при Формулы-1. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.